Всем привет, будет ребенка? Жир, 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 потому что полторашечка даже 554 рубля. Да, что сегодня за день такой? Ну, в комфорте что-то работы нету. Итог, я вышел с линии, как мне пришла такая-то хрень. И прикиньте, ребята, Пушкини, у меня комфорт плюс есть. Многие, наверное, слышали про звездный парк. Ну, а теперь у вас есть супер возможность подключиться к звездам. Да и не просто подключиться, а подключиться без комиссии Яндекса. Да-да, подключение без комиссии Яндекса на целых 3 дня. Для этого нужно просто ставить заявку на сайте звездного и указать промокод 0. То есть, выполняете заказы вы, а комиссию Яндекса платит сам парк звездный. Также у звездного самые лучшие условия по комиссии парка. Всего лишь от 2 рублей за заказ. Ну, и самое главное, то что есть, конечно же, техническая поддержка круглосуточная. И также есть моментальные выплаты. Ну, а все ссылочки я, естественно, оставлю в описании и закрепленном комментарии. Итак, господа, всех вас приветствую на канале. Сегодня новый день, суббота. Опять я снова на Cherry Tigo 4. И начинаю работать в Яндекс.Акси по Санкт-Петербургу тарифе Comfort. Говорят нас коэффициента. Сейчас 2 часа дня. В общем, выпускаясь на линию, начинаю зарабатывать. Посмотрим, получится ли у меня победить прошлый результат. Уже в прошлый раз я заработал 11 тысяч грязными. Я сам не верил, но я реально заработал 11 тысяч грязными. То есть, получается, разница с экономом все-таки есть. На тысячу рублей зарабатывается больше. Ну, и аренда стоит больше на тысячу рублей. Так как Cherry Tigo стоит по аренде 2 700. Ладно, в общем, выпускаясь на линию, начинаю зарабатывать. Ну, Cherry, конечно, для таксовки вообще огонь. Может быть, конечно, для себя я бы и не стал бы брать. Хотя сейчас время такое, что лучше китайца взять, чем BMW, как говорится, да. Но для таксовки точно он по кайфу. Ладно, в общем, выпускаясь на линию, как обычно, мой район. Промокод использован. Опять же, потом высчитаю всю комиссию, чтобы было по чесноку. Ну, и я пытаюсь заработать. Это тоже высчитал. Потому что 2000 это было вчера, ну, в ночь. Вот такую дичь предлагает. Но при этом я сейчас взял, потому что, ну, 6 минут подачи, почему он писал 10 минут, ну, да ладно. И заказы шли мне все без коэффициента. То есть, вот такая хрень приходит. И то, это уже типа жир считается. То есть, сегодня суббота немножко не та. Блин, автопаркинг, конечно, задолбает. Точнее, автостояночный тормоз, или кого там называется у вас. Ну, что делать? Приходится такое возить. Сегодня день, может быть, будет не такой шикарный, как пятница. Покажем, что есть. Покажем, что есть. Пулково, да? Да. Так, ну, я в Пулково. Конечно, лютая пробочка была. Но, в любом случае, 33 минуты, 600 почти рублей. 580, конечно. До этого писал 28 минут ехать, но пробка реально лютая. А так, ребята, если кто прошлый ролик не видел, хотел вам показать сам автомобиль, а то захейтите мне, скажут, что ты не показал, блин. Вот такой чертига. Вся фигня. Надеюсь, я сейчас заказ не пропущу. В общем, место здесь, в принципе, нормально, я думаю. И еще, ясно дело, есть подлокотничек с подстаканчиками, кожаные сиденья, все дела. Ну, вы видели, наверное, люк, который мой отец. И вот такой вот салончик. Салончик, конечно, кайф. Для китайца, я думаю, реально охрененный салон. Ладно, ждем заказ, потому что я нахожусь в технопарке. Я думаю, знаете, около аэропорта, где это находится. О, даже рейлинги ведь, я даже не заметил. Машина, конечно, очень-очень высокая, очень большая. Я же охреневаю, когда из нее выхожу. О! Короче, охреневаю, когда из нее выхожу, пока она реально высокая и большая. Ладно, ожидаем. Ну, а, ребят, если вам интересно, где я взял такую машинку, то взял ее в известном парке Петербургский транзит. Так как это лучший парк по аренде автомобилей в Питере. У ребят появились новые тачки для тарифа Комфорт и Эконом. И вот такие вот заряженные китайцы. Это, как видите, кроссовер Черри. Но у них даже есть и покруче Джили. Так что вдруг кто ищет хороший, надежный парк с хорошими отзывами, то все ссылочки будут у меня в описании и в закрепленном комментарии. Ждал, ждал, дождался маленький заказик. Но потому что больше ничего не дают. Но, возможно, потом опять пойду в аэропорт. Она уже выезжает. Зачем мы сюда ехали? Здравствуйте. Здравствуйте. Не знаю, что-то мы сразу забыли про этот магазин. Ну, единственное, там совершенно молодежно. Новый стиль вот этот, который грубый. Боже, еще большой. Теркалета, да? Мм? Теркалета? Да. Да, где-то. Такс, ну что ж, пригнали. Хороший каратыш. 7 минут 50 рублей. Это часть, что 50 рублей. А так 382 рубля. То есть за 7 минут 450 рублей почти что. Вообще нормально. Такие каратыши приятные. В общем, ситуация такая, что заказов и нету, потому что К плюс стоит как комфорт. Даже К плюс бывает дешевле. Ясно делом, мне ничего не дают. А включить эконом вообще смысла не вижу. Итог, я вышу с линией. Как мне пришла такая-то хрень. А почему сразу-то не приходил? Почему мне не отображалось ничего? Проедите пока на роль СТС. Классно, спасибо, бля. Молодцы. 20 минут просто так стоял, ждал и ничего не приходило. Яндекс, ты, конечно, красавчик. Но так, если немножко, чуть-чуть совсем. Короче, ладно. Хрен с тобой. Шушары съедем. Надеюсь, там какие-то кафе будут. Ближняя подача. Можно сказать, идеально. Но я, конечно, задолбался для заказа. Выцеплять типа ля жирного. А жирного и нет. Здравствуйте. Здравствуйте. Шушары, да? А вот я-то вроде не могу. Ну, да. Да, как шушар считается. Хорошо. Скажите. И снова здравствуйте. И снова я тут оказался, блин, спустя 40 минут, которые я пробуждал просто так. Ну, надеюсь, заказ выцеплю, хотя здесь кафе тоже нету. Но все равно, думаю, стоит подождать. В общем, ни хрена не приходит. Как говорится, в любой непонятной ситуации надо пойти поесть. Тем более заказов нет. Я не знаю, что сегодня за день такой. Но в комфорте что-то работы нету. Потому что все кнопки включил. И такую-сякую. Ну, не дает ничего. А если дают, то дичь, которую никто брать не хочет. Такой, ладно. В эту перекушу, может, здесь кафе появится, потому что они пропали. И дальше работать. Так, я, в общем, запускаю снова на линию. Ну, с этим Яндексом, конечно, все понятно. С вот летом я уже не уехать. Не знаю, почему. Обычно уезжает нормально. И коэффициенты херачат. Ну, я уже сто раз пытался всякие кнопки менять. Но не дают ничего. Ну, не дают. Поэтому нафиг надо отсюда выдвигаться. А то так я буду еще полчаса как на нем стоять и ждать. Ну, неужели заказ дали? Охренеть. И не встать. И да, ребята, эконом я не врубаю. Вчера не врубал. Сегодня тоже врубать не буду. Похрен, что работы нету. То, что говорится, аренда капает. Ну, эконом катать на такой машине точно не хочу. Да и в принципе, нафиг баловать пассажиров. В общем, каратышский каратыш. Ну, сколько эконом-класс практически. С коэффициентом. В общем, 200 рублей за 8 минут. И коэффициенты пропадают. Ну, что делать? А что делать? Муравью хуй приделать. Что делать? Во! Что надо? Коэффициента нет. Это ясное дело. Надеюсь, дождутся. Но стрельну, если не отменят. Это круто. Потому что там кэфы. Я очень надеюсь, что тебя не отменят. Блин. Дождисти, чарик, тига 4. Она классная. Панорама, вся фигня. Новая тачка. Можешь так и написать прямо в комментариях. На мой стрельне, в общем, 22 минуты, 575 рублей. Иду, в общем, коэффициентом ловить заказ какой-нибудь хорошенький. Потому что в Петергофе они прям хорошие. Ну, если, конечно, закажут меня. А то, когда кэф большое, часто пассажиры никто ничего не заказывает. Идут, ждут, когда они снизятся. Ну что, берем, конечно, в центр. Но я думаю, по-другому никуда никто не поедет. Но 1,44, коэффициент, долгая поездка и комфорт. Здравствуйте. 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 Вам аромы, да? Да. Ну, мы в центре, ну и 59 минут, и жир, жир, жир. Потому что полторашечка даже, 1554 рубля. Ну и цепочка дали заказ, его даже нет миля. И поедем сразу уезжать из центра. И это даже очень good. О, друзья. Здравствуйте. 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 Опа. А 7 лет будет? Как? 7 лет будет ребенку? 10. 10? Да, отлично. 10? Уже 10 нам. Опа. 11 минут. А, вон они там, дайся, продал. Да, да, да. Ну и, в общем, в Европолисе солнце не мешает. 21 минута 385 рублей. В общем, завершаем. И смотрим ситуацию, что у нас вообще происходит. И по этой ситуации ставим кнопочки. Хотя кафа, конечно, я смотрю, солнце. Короче, кафа почти и нету. Вот такой вот облом сегодняшний. Такого еще не было. Комиссия Яндекс.Такси 0%. Просто подключись к Звездному парку и работай без комиссии Яндекс.Такси. Для этого оставляй заявку на сайте парка Звездный. Укажи промокод 0. Ну да, комфорт уже не торт. Ну, каратыш. Каратышеский счастлив. И 238 рублей за 10 минут. И вроде как кафы начали разгораться, что ли. Может попробовать все-таки район врубить? И может быть с кафом придет? Или же это для эконома, как обычно? Да. Вот такой вот коэффициент. Ладно, ближняя подача. Но каф, конечно, смех и грех. Здравствуйте. Здравствуйте. Большой Самсонский, да? Да, да, да. Ну, в принципе, этот каратыш хоть чуть-чуть получше. Прям тоже 13 минут и 323 рубля. Ну, коэффициент потихоньку растет. Ну, конечно, ни о чем, но растет. И куда ехать? Сюда ехать. Как ты, Яндекс, неправильно выставляешь маршруты? Вот так вот надо ехать. Приморский, да? Не закрыл. Не закрыл? Да. Ага. Мы на Елагином острове хотим погулять. Вы нас высадите, ну, чтобы там долгий разворот не делать напротив перехода. Ага, хорошо. Там этот, подземный. Ага. Так. В общем, пригнали. На Елагин острове 243 рубля за маленькое количество времени. И надо все соваливать, а то сейчас, знаете, мне точно кто-нибудь задницу пришлется. Короче, такая вот хрень. Вот только такая хрень идет. Дальние подачи, но зато коэффициенты. Надеюсь, не отменят. Надеюсь, мы ждать. 6 километров подавать. Конечно, жестко. Ну-ка, хороший-хороший. Здравствуйте. Бакерская. Ну что, не зря ехал. 27 минут. 27 минут. И 966 рублей. Вот это, понимаю, жир поймал, да? Вот это нормально. Это по-божески. А пока ехал, опять заказывал таких, как меня. Ну, вы прикалываетесь, блин. Такую подачу давать. Что? Совсем, что ли, рухнув с дубу. Еще один такой же. Что там происходит? Вообще не понимаю. Твою мать, блядь. Че в этом происходит? А давай. Раз их, блин, не херачит мне мой рай. Майон не дает заказов. Поедем в Пушкин. А вот выбраться из Пушкина, это будет уже совсем другая история. Ну, хотя сейчас там коэффициенты, если повезет, может быть, и выведусь. Здравствуйте. 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 Заказ из Пушкина выхватить и поехать обратно в центр, чтобы здесь заказ опять до дома. Ну, куда-нибудь все, короче. Поехали до всех, товарищ. Вот так вот. По делам. Ждем. И прикиньте, ребята, в Пушкине, у меня комфорт плюс есть на этой машине. Комфорт плюс в Пушкине. Ну, правда, заказов нема. А, телефон-то тут мне. Да ладно. Правда, кайфа ни хрена нет. Что за бред? Может, К плюс без кайфа, я не знаю. Ну, короче, до Кудрова ставил заказ, охрененно. Да, хотя бы не пустой поеду. Здравствуйте. Здравствуйте. Кудрово, да? Да, да. Так, ребята, я в Кудрово. И знаете, что? 20 на минуту 876 рублей перевели 900. И самое интересное, то, что заказали К плюс, который стоил как эконом. Но я покатал К плюс. Охренеть. Так что в Пушкине официально заявляю, что К плюс работает. Ну, стоит как эконом, потому что если они тут кайфы, кайфы рушит. Все. И ценники вообще непонятно, что за ценники. И снова здравствуйте. Яндекс опять у нас прикалывается. Вы помните, сегодня у меня проходил фотоконтроль СТС. Опять фотоконтроль СТС. И это не знаю, что за дичь такая, что за прикол. Два раза в день его нужно проходить, что ли? Я еще не понимаю, бля. Это нужно сейчас ехать парковаться, фоткать машину. Фоткать СТС, чтобы дальше продолжать работать. Это какая-то хрень непонятная. Все. Второй раз прошел фотоконтроль СТС. Ну, это блядно бред полный. Короче, поехал я в центр. Ловить коэффициенты. В общем, в сторону дома что-нибудь поймать. Может еще мореен покатать. Суспеем. На окончании промокода. Сегодня в белом танце сружимся. Наверное, мы с тобой подружимся. И ночью мы вдвоем останемся. А остров навсегда останемся. В общем, ехал, ехал, приехал. Мой район врубил. И заказов не дали. Поэтому нафиг ставлюсь я... Ну, пока по делам. В сторону дома. А лучше в сторону аэропорта. Если получится что-нибудь выхватить. И, в общем, я домой. Подводим итоги. И все на этом. Хватит с меня. В то же время час 30. Как раз-таки 2 часа ночи... Ой, 2 часа дня начал работать. Вот. Пока приеду. Пока-то все. И спать пойду. Все. Ладно. Давай в шушары свистим. Все. Я в шушарах. Еду домой. Ну, и в 28 минут. 28 минут. И 872 рубля. Ладно. Надо подводить итоги. Ну, итоги, ребят, таковы то, что кассы сегодня, понятное дело, меньше. Потому что день что-то немножко не задался. Я еще немножко неправильно работал. Нафига Пушкину поехал, как говорится. Лучше бы кафе пытался как-то катать. Но заявок, правда, не особо приходило. Ладно. Давайте посмотрим, сколько у нас вышло. Ну, точнее, у меня. Сколько же вышло по заказам и по кассе. В общем, сегодня 1746 рублей. Плюс отсюда нужно взять 8 еврик. То есть, в сумме грязными где-то, ну, 8, ой, 8, говорю. 9800. Ну, там еще чая было на рублей. 100, наверное. Может, 120. Хрен его знает. Неважно. Ладно, пускай будет 9900 грязными. Ну, и по расходам. Из 9900 рублей нужно вычесть аренду. 2700 сразу дзинькаем. И бензин. Бензин, кстати, у меня сегодня ушло где-то на полторашечку. Ну, я удивлен. Расход топлива 7,4 литра на сотни сейчас показывает. Это реально очень мало. Ну, бензин, мне кажется, все равно больше ушло. Полторашечку, короче, бензин 100% вычитаем. Потому что я все время проехал 300 километров. 300. А заработал меньше. Вот. Ладно, полторашечку вычитаем. Ну, и все, что видите на экране, остается лично уже мне. Если вы учесть еще комиссию, так как я еще не работаю, опять же, по промокоду, то нужно будет комиссии вычесть минимум 25% из грязного заработка. То есть, это 2500 рублей. Поэтому, если вычитаем еще комиссию, то получается, конечно, маловато заработанное. Но, опять же, так как я использовал промокод, я все равно остался более-менее доволен. Ладно, спасибо за ролик. Блин. Спасибо за просмотр. Все. Заговаривайся, уже спать хочу. Спасибо вам большое за просмотр. Поставьте лайк, если не жалко, пожалуйста. Будет еще один последний ролик про Cherry TV4 и в Тарифе Комфорт. Так что обязательно подпишитесь на канал, чтобы его не пропустить. Ну, а вам огромной-огромной удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok